Я, так знаете, чисто на респекте, потому что видел чуваков, сразу же можно увидеть, что адрес сайта замазан, чтобы никто, видимо, не зашёл. И, типа, у вас там пойдёт взлом, я не знаю, выкачка денег, цветовая гамма, ну, неважно. Первый скриншот, он абсолютно такой, знаете, типа, выглядит неплохо. Ну, типа, в самом деле, даже несмотря на то, что мне не нравится белая цветовая гамма, я об этом уже говорил. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP, вся дополнительная информация в описании. Давно я не обсуждал Flame Roleplay, давайте сегодня мы всё это исправим. Хотя, кто мы-то, если я тут один всё это озвучиваю в пустой квартире, в практически пустой комнате, практически пустых, неважно, абсолютно точно неважно, потому что сегодня мы обсуждаем Flame Roleplay сервер, проект, который, так знаете, неплохо апнул мой канал, при том, что разработчик, создатель и все вот эти вот прочие люди, относящиеся к Flame Roleplay, даже не платили мне за ролики. Я, так знаете, чисто на респекте, потому что видел чуваков, хотел как-то поделиться всем этим проектом, всем этим сервером, рассказывал о том, что вот, у них там это происходит, потом у них это происходит. Не то, чтобы я сильно жалею, но вот денег заработать за это дело было бы, конечно, неплохо. Тем не менее, ладно, потому что сегодня я бы хотел обсудить с вами новость, которую уже, знаете, давно была, ей уже около двух недель, может быть, трёх, может быть, там, я не знаю, когда выйдет данный видеоролик. Дело в том, что Flame Roleplay-то, они выпустили свой новый дизайн сайта. До этого я точно не помню, какой у них был дизайн сайта, был ли у них сайт вообще, но вроде как был. А сейчас, в общем-то, у них, там, знаете, новый сайт в таких белых, фиолетовых цветах, хотя в комментариях уже написали, что белые цвета с фиолетовым, они не очень сильно сочетаются, больше сочетаются, конечно, чёрный и фиолетовый, потому что, там, знаете, такая композиция неплохая идёт. И вот тут мы можем всё это теперь оценить, всё это вообще посмотреть. Сразу же можно увидеть, что адрес сайта замазан, чтобы никто, видимо, не зашёл, и не стал, там, знаете, авторизовываться, может быть, как-то сайт раньше времени палить. Хотя в Live Mobile уже опубликовали скриншот этого сайта, и было бы таким, знаете, неплохим интерактивом, если бы люди могли зайти и вообще поклацать, посмотреть, чё там, как работает. Но, разумеется, я понимаю, что в самом начале, вот, все эти разработки сайта, на нём могут быть какие-то баги, на нём могут быть какие-то, там, я не знаю, лаги, гличи, фризы. Может быть, там есть вообще какая-нибудь такая, знаете, потайная комната, в которую можно зайти, на которую, возможно, кнопку можно нажать, и, типа, у вас, там, пойдёт взлом, я не знаю, выкачка денег с Flame Roleplay, все остальные вещи. На первом скриншоте у нас, в общем-то, ничего интересного, типа, ну, потому что такое себе. Опять-таки, меня очень возмущает то, что абсолютно все сайты в GTA CRMP на Android, и вообще, там, знаете, ну, сайты на GTA Sampi, на GTA CRMP, в GTA Sampi, в GTA CRMP, они стараются вот как-то придерживаться тёмной цветовой гаммы. Почему тут выбрана именно белая гамма? Ну, лично мне непонятно, однако разработчику, наверное, в данном случае виднее. Хотя уже в комментариях написали, и он вроде как сказал, что, ну, типа, прислушается к всему этому, постарается, там, сделать так, чтобы, ну, сайт был как-то, типа, получше, вот, оптимизирован, как-то получше, там, знаете, была вся эта цветовая гамма, ну, неважно. Первый скриншот, он абсолютно такой, знаете, типа, ну, скучный какой-то весь, такой тусклый, непонятно вообще, чё там такое. Второй скриншот, это у нас авторизация. И авторизация, ну, тоже такая, блядь, ну, какая-то пиздец скучная. Хотя, зачем нужна какая-то такая, знаете, я не знаю, другая авторизация? Это же просто, типа, вот, зайти, там, в личный кабинет на серваке, посмотреть, чё у тебя там такое, какие у тебя там машины, может быть, привилегии, может быть, сколько ты там, я не знаю, денег задонатил, всё прочее сделал. Третий скриншот, это у нас, знаете, само такое вот меню проекта, меню всего вот этого, знаете, сервера. И в целом, ну, оно вроде как выглядит неплохо. Ну, типа, в самом деле, даже несмотря на то, что мне не нравится белая цветовая гамма, я об этом уже говорил, тем не менее, ну, типа, ладно, само вот это вот меню, личный кабинет, всё прочее, оно выглядит неплохо. Прям-таки, знаете, миниатюрные иконочки, которые неплохо так сделаны. Однако, нужно будет ещё там, знаете, всё это потестировать, полистать, посмотреть, как там всё это будет выглядеть на телефоне, потому что сейчас-то, возможно, на скриншотах оно всё выглядит неплохо, а потом я зайду, посмотрю и такой, типа, блядь, чуваки, ну, чё это такое? Вы серьёзно, что ли, со всеми этими штуками? Вообще, у Flame Roleplay такая, знаете, очень печальная история. Они вроде как открылись, вроде как у них даже, знаете, были какие-то игроки, вроде как там даже кто-то донатил, тем не менее, они закрылись. Из-за большого количества багов, из-за каких-то вот этих вот всех прочих вещей. И как я уже говорил до этого, как я уже говорил в своих вот этих вот прочих видеороликах, когда сервак закрывается на какую-то, знаете, переработку, на все прочие вещи, скорее всего, он больше не откроется. Однако, это не говорит о том, что мы не должны обозревать вот эти вот все фишки проекта, фишки сервера. Может быть, он ещё откроется, может быть, там, я не знаю, ещё что-то вот такое подобное у него будет. Я вот точно не знаю, однако вы как бы сами должны всё это понимать. Если будете заходить на Flame Roleplay после переоткрытия, не донатьте туда никогда, пока не убедитесь, что сервак надёжный. Что вот в него можно вливать свои деньги, что он, знаете, не закроется через 2 недели, через 3 дня, через, я не знаю, 24 часа, через прочие вот эти вот все дни, временные отрезки, всё проще. Поэтому вот, четвёртый скриншот, это у нас, знаете ли, то, что можно будет зайти там в профиль, в рулетку, в инвентарь, в настройки, и можно будет вообще, знаете ли, выйти. Но было бы странно, если бы, типа, ты такой входишь, и всё, и только один аккаунт у тебя. Хотя, если, ну, допустим, на серваке запрещены твинк аккаунты, мультиаккаунты и всё прочее, то это было бы, так знаете, более-менее логично. Но, как лично я понимаю, там всё это разрешено, и там всё это можно делать. И пятый, последний скриншот, это у нас, сама, знаете ли, статистика на проекте Flame Roly Play, вот на этом самом личном кабинете, в этом самом лаунчере, во всех прочих вещах, статистика. И, причём, нарисовано оно, так знаете, неплохо, как для мобильного проекта, у которого, вроде как, по бюджетам не особо, так знаете, всё хорошо складывается. И, ну, мне кажется, что зачем ещё резину тянуть, если и так всё уже более-менее понятно. Будем следить за Flame Roly Play, чё у них там будет, чё они там, знаете ли, ещё придумают, смогут ли они переоткрыться с тем же онлайном, или хотя бы, там, знаете, догонять немножечко свой онлайн, будет ли вообще на нём хоть кто-то играть. Мы за всем этим посмотрим, последим, кто мы-то, есть тут только я, неважно. А вообще, я играл на проекте Arizona Roly Play Phoenix, IP, а также мой никнейм DanteConor, а также мой промокод NoToxic54, а также все мои прочие вот эти вот вещи по типу телеграм-канала и всех прочих вещей. Всё это находится в описании данного видеоролика. Всем спасибо за просмотр и всем, как бы, ну, до свидания, увидимся тут же завтра, может быть, в 20.00, может быть, в какие-то ещё временные промежутки, отрезки и всё прочее. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok